Волнуется Майя, волнуется Борис, волнуется Девочка Дина, наверное, волнуется Нина, которая Все эти люди мне очень помогли, Олег Все эти люди мне очень помогли, кто приехал, кто помогал здесь работать Кто помогал просто вот дома и хорошим отношениям Я вас всех попрошу сначала им пообладать Теперь они могут быть спокойны, они получились Аплодисменты И Мина, и Олег, и Майя, и Боря Все на свете замечательные люди Я человек достаточно опытный и поэтому спокойна А вот вместе со мной из России приехали несколько совсем не актрис, а женщин И даже одна девочка И они очень волнуются И вот по отношению к ним я прошел зал гуманности Вы мне обещаете? Добрый вечер Сегодня сядьте, пожалуйста, не волнуйся, Олег, нормально сядьте, пожалуйста Вот насколько это возможно в этом тесном зале Кто меня послушается, тому будет счастье Вот Итак, сегодня вечер, а еще можно сделать так Да, это называется вздох облегчение, мы все реже это делаем Кто стесняется, что я смотрю, я отвернусь И так, сегодня мы, а еще знаете, что можно сделать? Нужно вытряхнуть из головы все умные мысли Это будет трудно И особенно мужчина Делается это так Значит, следим, это инструкция важная Значит, киринка прямая Да И дальше делаем все Лооо, лооо Видите, у меня какой бездумный выражитель Я готова воспоминять все, что угодно Чего я вам желаю Итак, сегодня Говори, не говори, начинать надо А начинать страшно Озку АПЛОДИСМЕНТЫ Мне сейчас предложили, вот женщина, артистка. Мне, ой, куда меня понесло? Чего на месте не сиделось? Дорогие товарищи... Ой, спуталась. Дорогие дамы и господа, а также, если затесались, а так, леди и джентльмены. Мне предложили поделиться своими воспоминаниями о том театре, который я еще застала. Перед моим мысленным взором... Темно. Значит, перед моим мысленным взором... Главное сидят, все не уходят, никто. Кабы международных осложнений не было. Значит... Как женщина, побольше... Извиняюсь. Значит... Хочете ли я вам расскажу, как я в настоящем театре, с настоящими артистами, в настоящей постановке выступала? Хочете? Да. Бог спасет женщинам, вот... Хочут люди. Значит, кто не знает, так есть такая пьеса «Вишневый сад». Я вам не буду все это рассказывать... Женщина улыбнулась, видно, читала. Значит, я вам все это не буду рассказывать, но там ближе к концу все ждут одного мужика, и вот он приезжает. И такая женщина с глазами, заслуженная артистка, она говорит, кто купил. А он говорит, я купил, но он, конечно, выпивший маленько. И вот... А я тогда работала в другом городе, в другой стране, в другом театре, но тоже уборщицей. И вот... Но сейчас речь не об этом. И вот я... Там есть такое место, вот, которое я вам рассказала. И я любила зайти в зал сзади, когда моя смена, чтобы посмотреть это место. Значит, там... Там она, значит, это платочек, который заслуженный... Она так платочек мнет, и все ждут мужика. А он отсюда вот так приезжает, он так приходит, и она ему так говорит... Ой, как я вам рассказываю, мне хорошо, извиняйте. И она вам говорит, кто купил? А он говорит, так... Я купил. И тут такая авария, такая авария, так тихо делается в зале, так тук-тук-тук-тук к облучкам. Она так идет, так-так, бряк ключи перед ним. Так, бряк ключи, так тук-тук-тук-тук, и уходит. Значит... А тут, значит, это гости. Тут дуняша такая стоит, да, у притылки красиво облаканулся. Тут так вот... Оформление называется. Вот то, что не шевелится, то у них называется оформление. Вот такие ветки, вишневый сад. Очень красиво, поверьте, настрого. И вот, значит, и вот один раз... Я всегда почему любила это место. Вот зайдешь всегда в зал, и посмотришь так. И как тяжело люди жили. И вот, значит, я... И вот что случилось. Вот что случилось. Господи, когда-то я зайду в нормальное русло. И, значит, и вот они играют, играют, и вдруг однажды одна артистка заболела. У этой артистки, небольшая, но очень интересная роль Бостьяна была. И вот, и она заболела. И сказалось я только перед самым спектаклем. Я понятно рассказываю? Вот, большой вопрос. И вот, значит... Потому что мало ли чего. Я не знаю. Меня куда завезли, и я вот выступаю. Это ведь какое вот испытание. И вот, значит... И она сказалась перед самым спектаклем. И стали искать, кого одеть. Тоня... А у меня была напарница Тоня. Но сейчас речь не об этом. Тоня очень хотела выступать. Она такая симпатичная, симпатичнее меня на лицо. Но она 56-го размера. А эта артиста была такая, как бы, незначительного роста, вроде меня. И вот, одеваться совершенно некуда. И на меня платье надели. И с первого, вроде, репетиция, значит... А у меня сразу платье надели, чтобы я, вроде, привыкала. И, значит... И вот, значит, я все сделала там с первого. Значит, Гран Трунте. Это танцы. Это Гран Трунте. Я вот до сих пор помню. И, значит... Потом, значит... Ха-ха-ха! Такие слова. Потом, значит... Браво, Шарлотта Ивановна! Это все, конечно, там говорят гости. Но это все равно очень ответственно. И вот, значит, это все я сделала. Хорошо, конечно, меня артисты таскали. Потом, значит... И вот это место наступает. Значит, а... Кто купил? Это она-то и у меня. Я купил. Это он-то. Ей тук-тук-тук-тук брек. А мне платье надели очень красиво. Дорогие женщины. Вот тут все в углибочку и до полу. И так плечико голо, а то до боки. И вдруг как на меня закричит режиссер из зала. Наталья Ивановна! Резко так как-то на меня. Это меня так зовут. Наталья Ивановна! Вы, говорит, хоть бы какую оценку сделали! Это вот она тук-тук-тук брекк кричит. А оценка у них такого слова специального. Надо показать переживание. И, значит, я... И вот он так-то крикнул, он так рукой махнул. Видать, не понадеялся. И вот началась обостреновка. Идёт, идёт, идёт. Я всё сделала хорошо, гран-трон. На-на-на! На-на-на! На-на! Ха-ха-ха! Браво, Шерлотта Ивановна! Значит, и вот наступает это место. А артисты на сцене совершенно другие. Кто не знает. Я смотрю, вот эта вот, которая заслуженная артистка, она прямо белая вся. И у неё слёзы в глазах стоят настоящие. И Валя вся такая блюдная. И я тоже так что-то всё заволновалась. Ой, меня фотографируют. И вот я так вся заволновалась. А я в спецодежде. Извини, никто не предупреждал. Никогда. Какое коварство. И, значит, и вот, значит, наступает это место. И, значит, и вот она так. А тут Дуняша. А тут гости. А я с гостями. И, значит, он вот так взошёл. Который в жёлтых топотинках. Маленько. И она так. Кто купил? Так его душевно спрашивает. А он так. Горько так. Я, говорит, купил. И Валя так тихо в зале. И Валя так тук-тук-тук-тук-тук-тук. Бряк. Мал, забирай, мужик лапотно. Нашего имения всю связку. И тук-тук-тук-тук. И ушла. И я с гостями всё так как-то тоже так как-то вырыхнулась. И говорю. Товарищ. Это чё это такое она от ему ключи бросила? И как? Не пойму. В ум от никак не возьму. Как-то все это гости это пропускали в лицо. А заслуженная артистка повернулась и упала лицом Яша на грудь. У ей лакей Яша. И вот так делает. Да. А Дуняша так красиво стояла. Оплакивала гибель имения. И вот так поползла. А. А я никак не пойму. А ой. А который в жёлтый пыльник отвратился. И давай вот имя так. Меня артисты из зала. Ну и со сцены увели. И как-то все порск по гримёркам. И я иду по коридору в хорошем платье. Навстречу Тоня идёт и говорит. Ты бы хоть в подсобку подспряталась. А тебя режиссёр рыщет. Говорит. Жопа с ручкой. Какие вы товарищи? Говорит. Это про старую жизнь. Говорит. Как я испугалась. И извиняюсь. Конечно. Вот за слова. Я в подсобку села на перевёрнутое ведро в хорошем платье. Сижу. Сколько-то сижу. Потом думаю. Люда-то костюмерша. Она икру мечет. Платье-то сдавать надо. И так же у меня девочки из парикмахерского цеха мне гудриня прицепляли. Чтобы была как артистка. И волосы надо сдавать. Волосы казённые. Я думаю. Я сейчас выйду дурую. И вот вы не плачьте, мужчины. Вот я думаю. Я сейчас так выйду. И платье сдам. Всё. Волосы сдам. Надену сатинный халат. И садимся с уборщицами. Выхожу. И так раз так. Лоб в лоб с режиссёром. Вот до чего я режиссёров жалею. У их вот никакой радости в жизни. Он так стоит белый. У него так губы прыгают. А у него какая-то из Москвы комиссия. И говорит мне Наталья Ивановна. Я Наталья Ивановна. Наталья Ивановна говорит. Вы больше, говорит, на сцену не выйдете никогда. Даже подметать. Даю, говорит, на отсечение всё. Ну потом, конечно, он успокоился и всё. Потом меня артисты в гримёрку позвали. Нарьи маленькую. Их всегда есть. И давай меня показывать и вообще всё, что происходило. Их же клевом не горли. Только дай прикинуться. Чужим бы голосом, да с чужим бы говором. Только вот дай повыступать. Я ухохоталась. Я думаю, это я неужели такая была. Ой, как смешно было мне тогда. Потом, значит, что-то я спуталась. А потом на второй день мне три сорок начислили. Три сорок. Это давно было. Это большие. Для меня тогда большие были. Вот. Платье очень-очень. Платье очень хорошее. Ой, какое платье. Девочки дорогие. Как бы деньги, так я бы сошила. Несмотря что они мода. Что-то я вот рассказала только. Опозорилась. Я совсем извиняюсь. Опозорилась. ПеликлепógPh Сейчас я тебя иду посадила. Пеликлеп Поплата Как ты не знаешь . Можешь создать? Как мне? Когда я 5 лет был, я с моими родителями в Германии. Мой отец спрашивал очень сложно, но... ...гручай! Но для английского языка он имел Дольмэйджер. Моя мама требовала очень смешное слово. Очень смешное слово «sprachführер». И только для меня была языка в игре с девушками. Когда я примерно полтора года с папой и мамой здесь жива, не совсем здесь, в совсем крохотном местечке. И вот мама не знала языка, папа еле знал, но мама могла. А я же еще и даже не читала. Но мы играли с детьми, не ощущая языковых проблем. То есть мы баюкали кукол, кормили их тропой, бегали наперегонки, играли в прятки. И у меня до сих пор ощущение, что мы разговаривали, хотя этого не может быть. И однажды мама и ее немецкая приятельница, как я помню эту фамилию, Швермер, так называла папа, я даже не знаю, как она пишется. И вот они шли на какую-то дешевую распродажу, а мы с Кристинкой и Швермер бежали впереди. Мы бежали, помните, мы бежали, чувствуя ликование во всем теле. И мы бежали, бежали, бежали. И вдруг Кристинка мне сделала знак, и мы как спрятались за угол, не договариваясь. И мы спрятались и ждали мам. И когда мамы с нами поравнялись, мы не сговаривались. Как выскочили обе, как сказали, ааа, и обе мамы, и русская, и немка. Вдруг каждые в меру своих актерских способностей сыграли ужас. И тут же без паузы начали горпеть над разговорником, а мы понеслись дальше. А еще однажды Швермер пригласили нас обедать, и мамы чирикали в столовой. А мы с Кристинкой бегали по квартире, я тогда впервые делала такие большие квартиры. Я и сейчас там в Москве. У моих знакомых, во всяком случае, таких больших нет квартир. И мы носились, носились, а папа и господин Швермер, они в кабинете, значит, там как бы сидели. И мы без стука, потому что носились, и мы без стука, как влетим, и оба отца, и русские немец сделали нам так. Дело в том, что у господина Швермера на полке за книгами была спрятана вот такая вот международная грехитрость. И отцы разминались перед обедом без санкций свыше. И они нам оба в раз не сговаривали, взяли целый, да? И мы обе папины дочки сделали так. И побежали. Ну правда, когда оба папы, русские немецы, вошли в столовую, то обе мамы, русские немецы, не сделали все одинаковые выражения лица. Но ни та, ни другая не сделала мужу замечание при иностранцах. Вот, чего-то я тут еще сказала, как бы к случаю. Как бы, я же должна соответствовать? Ладно. При иностранцах, нет, тут соотечество их называется. Так, ну должна быть какая-то мораль. Сейчас. Какая-то мораль или логика? Морали не будет. А логика? Да. Спасибо. Это Гайин. Гайин жил в Австрии. Австрийцы говорят тоже по-немецки. Как вам этот изящный переход? Ну а Гайине вам сейчас расскажут лучше. Мы все сделаем очень просто. Хорош. Пытский п昨日 я не успел сделать. Отпаку не будем, смеется. Не забоюсь, а расскажу. Значит, Гайден, а пожалуйста, Гайден, ну сначала, значит, вот что, 30 лет трудового стажа у нас в Нижегородском театре, в Нижегородском театре и оперы, и балета имени поэта Пушкина в буфете. Значит, Гайден. Гайден жил в старое время, такой композитор, мне вот ребята из оркестра написали, но я стесняюсь, а я своим словом. Был в старое время такой композитор, фамилия Гайден. Он, конечно, не один был, его братья, все. Но нас интересует тот, который Йозеф, остальные так мелочь. Значит, этот Йозеф Гайден работал композитором у графа или князя, или барона, не вспомнил, не вспомнил, кто был в специальности, а фамилия Эстер Гази. Этот Эстер Гази содержал оркестр, и вот он плохо кормил музыкантов, он им денег мало платил. У их, у графьев, мода такая, артистам мало платить. Ага, Гайден, он что сделал-то? Гайден, он простой композитор, он же не мог прийти к этому. Он не мог ему сказать, ты что делаешь, а? Ты, ежели содержишь оркестр, воображаешь перед товарищами баронами, то ты содержишь в людских, он так сказать не мог, потому что он крупный интеллигент. И он начинает бороться с этим своими интеллигентскими средствами. Гайден взял, пошел и написал прощальную симфонию Гайдена. Вот это я переняла у дирижеров. Он ее так, в конце музыку так забирает, как бы в кулак, и она вся оттуда, как бы вот в кулак уходит. Значит, но мы отвлеклись от драматизма историей, которую я излагаю. Значит, в чем дело в симфонии, кто не знает. Там, значит, так, музыка, 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 вдруг встает один. Встает, сколько-то поиграл манинь. Инструмент на тубарет, на свечку. Хорошо, ладно, едем дальше, дышим глубже. Опять сколько-то манинька поиграли. Второй встает, ей-богу, встает, сколько-то поиграл, так ли, не знаю, по-другому ли, когда. Опять инструмент на тубаретку, дудку, да, на свечку. Почему на свечку? У их тогда электричества не было. И у их так, так пупит, так свечка, красивая, конечно. И они на свечку. И так, не поверьте, до конца симфонии. Последний встал, конец сыграл. Дудку на тубаретку, на свечку. Понимаете, куда клоненькая? Вы-то понимаете. А этому мистер Гази, ему как слону трубина. Он этого намеку не помнит. Двести лет прошлого, я успокоюсь. Конечно. У нас вот нижний много, вроде. У нас, о нет, музыканты, о нет, мне все. Че с их взять? У них бумажка-то пять полосочек. О нет, мне все написали. Понимаете, я стесняюсь, тут слово, как это, там, фермата, пердиндозит. Это ничего страшного. Пердиндозит, значит, как-то сдержанно, как-то что ли. Ну, не все, конечно, уходят пердиндозит. Некоторые, конечно, уходят поко-а-поко. Там это мало-по-мало. Некоторые, конечно, уходят, как это, к сустену-то. Вот, вообще сдержанно. Ну, конечно, некоторые уходят, а решительные это. Моль-то пердиндозит. Вот. Они, они че, музыканты, стоят у нас в переходе? Играт музыку. Ладно. Че переживать? Как могла, доклад вам с уставила. Молодой человек, дайте нам отфорт, отфортись. Пронжа. Маскорсть. Аплодисменты. Аплодисменты. Когда я училась в девятом классе, случился юбилей Лермонтова Михаила Юрьевича. А наша классная по литре, как написали в дневниках, Миналья Борисовна, любила Лермонтова как родного сына. Она вообще к российским классикам относилась как к когда-то жившим людям и как к своей семье. А если учесть, что российские гении погибали часто не своей смертью и рано, то это привносило в жизнь нашей трепетной провинциальной Минале дополнительный драматизм. В общем, она была достойна всяческого презрения, и мы сами удивлялись тому рвению, с которым мы пытались искупить чудовищное количество ошибок в наших сочинениях, глубоким содержанием. И вот однажды, на коне юбилея, Миналья Борисовна сказала, дети, скоро день рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Будет вечер, мы ответственны, но это тоже не ходи к гадалке. И вот что я подумала, тут в глазах нашей Минели блеснуло, я бы даже сказала, некоторые без шабаха. Что мы с вами как маленькие, все, парус да бородино, а давайте поставим маскарад. А мы сразу согласились, потому что название веселое, потому что не какой-нибудь там зановный юбилей, парус одинокий, да? И вечером мы тут же все проголосовали за, после уроков остались вчетвером, Ленка, Вовка, Миналья Борисовна и я. Поскольку содержание пьесы никто не знал, то мы согласились с Минелью, что играть будем парные сцены, потому что проще, и ближе к финалу. То есть возвращение Нины с бала, объяснение Нины с мужем и мученическая смерть Нины в результате отравления на балу Морожима. Значит, Вовка Арбини. А-а-а, конечно, кому еще? Значит, Вовка была в девятых самая симпатичная. Значит, бросили жребий. Ленка Горничная и Ленкина. Я сначала расстроилась, потому что слов столько мучить, а потом почему-то не возразила. Видимо, я как-то предчувствовала, что эту роль мне больше никто не поручил. Никогда. Вот и женщина смеется, понимающая. И мы, значит, ну, мы довольно, через слова довольно быстро, что-то мучить там, оказывается, стихи. Значит, Минель все поставила, так только ща, и восторгаясь Лермонтовой. Этот мальчик. А-а-а-а. Вот. В день вечера с утра... Вот тут по-русски я говорю. В день вечера с утра. Взяли костюм в драмтеатре. Вовке Минель выпросила фрачную пару. Вы не представляете, что значит выпросить настоящую фрачную пару в драматическом театре. Ленке юбочку в пол, передничек на кок. Мне. Розовое платье. Вот с таким. Купеческую мантильку с рюшами. И довоенную шляпку с вуалькой. Ну, шляпку и мантильку, чтобы снять. Типа с балла приехала. Вечером. Что лучше смерти, чем такое-то кольте, я решила еще в драмтеатре. Но ничего не сказала, чтобы не расстраивать Нины. Вечером с Ленкой стоим за курицами. Я ощущаю ответственность перед российской словесностью и театрой. Внушенная Нинелью. Занавес. А, должна сказать, и это важно. В молодости я краснела всем телом. То есть багровые пятна по плечам, груди, шеи. А морда просто малиновая. Густо малиновая. Темно-малиновая. Может быть, даже лишнего. Занавес. Два восьмиклассника. Колечики-попробовочки. Выходим с Ленкой. Первая реплика Ленкина. Как вы бледны. Прием начался с Рафи. Но я же его ожидала. И поэтому, глядя в зал сурово, на параллельные классы, я сказала твердо, да, я бледна. Но в Петербурге, кто не бледен, право. И протянула Ленке шляпку, с трудом выдрав круглую шляпную резинку из круто завитых локон. Мы тогда были длинные. И протянула в надежде, что она на мантильку не позарится. Но Ленка роль знала твердо. И протянула. Я зажала мантильку в кулак у горла и выразительно на нее посмотрела. Но моя горничная схватилась за угол мантильки и стала к себе дерут. Тогда я вырвала на нее рюши и слегка ее оттолкнула. Моя горничная обидлась и на фиг ушла. Прием в зале не прекращался все это время. Я вышла на аванс-сцену и сообщила залу, что муж меня ревнует. А я плохо себя чувствую. И тут вышел Вовка. В узких фрачных брюках стало очень заметно, что у него клевер. В клешах, которые мы тогда носили, он был даже симпатичный. Ну, девятый, как я сказала, самый симпатичный. Но фрачная пара выдавала полное отсутствие в нем породы. Вовка начал ментаться по сцене, как кавалерист, по площадке, как кавалерист на лошади, разнообразно меня подозревая и ревнуя. Я со всей присущей мне твоей искренностью говорила, что это какое-то чудовищное недоразумение насчет браслета. А так-то вообще-то я хорошая. Зал смотрел отрывок, как футбол. Весело и азартно. Вова мне верь. В разгар этой веселухи я остановилась, опустила руки и посмотрела в зал. И у входной двери в актовый зал я увидела нашу универ. Что-то мне так жалко стало. За ее любовь к искусству, за ее неуместные выдумки, за ее скушенные каблуки и еще за что-то, о чем я тогда не имела ни малейшего представления. Я поскорее вернулась, и в проеме между двумя окнами актового зала я увидела лерва, плава. Это был портрет. Я его от зажима в начале отрывка не заметила. Автопортрет в булке. Лермонтов смотрел на меня своими черными глазами, и мне стало его жалко по-настоящему. Потому что он же такой сравнительно молодой. 26 лет это же не очень старый. А его застрелили. А это, наверное, очень больно. И он там лежал. И была гроза. Как будто в бурях есть. Но это я долго говорю. А вообще, это секунду-то резайва. И я взяла себя в руки, опустилась на колени. Но сказала, почему-то не круглым матовым плафоном под потолком зала, а лермонтовым. Я сказала, Творец небесный, пощади. Не слышит он, но ты все слышишь. Ты все знаешь. И ты меня, всесильный, оправдаешь. И стало тихо. Я очень хотела бы рассказать вам святошную историю о том, как мы втроем, Михаил Юрьевич, Немарь Борисович и я, силой своего искусства, победили костный зал. Но это неправда. Во-первых, Вовка недолго мешкал. Оклемавшись от моего порыва, и от вида слез на моих глазах, он заорал, остановись, хоть перед ним не угли. И зал опять стало весело, и становилось все веселее и веселее до самой моей смерти. Я умерла с наслаждением. Я умерла с наслаждением, падая, головой кс в залу, как было поставлено. Падая, я раскинула руки, мантийка распахнулась, и я была видна до пупа. Ждать закрытия занавеса было невыносимо, поэтому я ожила ненадолго, аккуратно запахнулась, и у нас снова я кончал. Сам из колечки по полочке два восьмиклассника, аплодисменты. Я, может быть, это все было даже не так, не так, потому что я помню комплименты. Умница какая девочка, или там, ну вообще заеги, он, ты нормально выступала. И я бы решила, что это было вообще наваждение. Может, этого и не было никакого, но есть книга. Золото стерлась, но, поверьте на слово, здесь М, золотое когда-то. Писан ли у него Л и годы его недолгой жизни. А вот здесь, синим по белому, каллиграфическим почерком, учительница по русскому языку, литературе и истории, написано. Ученица девятого б-класса Наташа Заякина за хорошее исполнение роли Мины Арбельной в драме М. Юльермонтова «Маскарад» 1900... Она дала нам год. Печаль. Название моего маленького города. И подпись учительницы. Осталось только это. И еще... Творец Небесный. Печаль. Если говорить серьезно, по-настоящему волнует меня один вопрос. Вот, ну здесь-то наверняка нет. Но я не могу это установить и в России. Продолжают ли выпускать конфеты? А ну-ка, отними. Да? Да. Мне тоже, мне кажется. Разноголосится. Ну, не знаю. А вам отсюда не видно. С этим мы разберемся. В чем там дело? И это сейчас я взяла бы, ее эту конфетку и съела. А в детстве вот что не давало мне поколе. Помните? Фантик. Там собачка, девочка, руководила конфетку. Но! Абам! На этом маленьком фантике тоже ведь собачка-девочка. И в руках у нее конфетка. А на том микроскопическом фантике тоже собачка-девочка. А в руках у нее конфетка. И это не кончается ни у рукава. Собачка-девочка-конфетка, забачка-девочка, комфетка, резко суживающийся воронка, никогда не кончающееся уменьшение. Правда в обратную сторону всё кончается мыло. Конфетка-собачка-девочка-конфетка-собачка-девочка, конфетка-собачка-девочкаだから Потому что я настоящая девочка. Ненарисованная. Все относительно. Вы не поверите. Относительно, друзья мои, все это знают дети Эйнштейна. Например, продолжая развивать эту глубокую мысль. Микробы. Возьмем микробы. Или даже вот несколько микробов. Берем. И что мы видим? Микробы же гораздо меньше нас. Это очевидно. И может быть, есть микробы папы, микробы мамы, микробы детки. А у них маленькие столики и всякие маленькие, маленькие всякие вот эти аппараты и табуреточки и столики. И кто-нибудь... Ой, а может быть, мы с вами, думала я, тоже микробы. И кто-нибудь огромный не знает, что мы здесь, в этом зале. И у нас спектакль. Не знает. Ты ж мой золотой. Большое тебе спасибо, только я все равно не успела за идти в образ. Молодец, все правильно. Сиди, умница моя. Я сейчас... Ну, маленько мы, конечно, тут наложим. Но ничего, сейчас я... Вот ведь, что интересно, да? Господи, милости, да как это мне быть-то, как это мне поспеть-то, а? Ой, вы хоть как-то там сами развлекаетесь, ничего. Олег ни в чем не виноват. Он в первый раз, конечно. Хотя, конечно, он заслуживал. Подобрение, похлопайте Олегу. Олег, это совершенно без надсмешки. Потому что я все равно вам очень благодарна. А то, что я не поспеваю, да, что тебе с меня взять? Дорогие товарищи, я вам скажу, со всей присущей мне прямой той, у вас концерт немодный. Я тут маленько послушала, конечно, из-за вот экрана. Немодный, потому что какая, какова нынче тенденция? Слово знакомое? Те, кто не знает, объясняй. Тенденция, это куда все напырят. И вот, тенденция какая нынче? Тенденция такая. Все разболыкаются. Это глядское слово. Ню делаются. Ой, это тоже вы не понимаете. Вот хоть по простому, хоть по научному. Нету понимания в зале. Виновата тогда только, конечно, докладчик. Поясняю свою глубокую мысль. Дорогие друзья, начну издалека. Возьмем меня. Я всю жизнь прибиралась в культуре. Сначала, конечно, по театрам. Теперь больше по казинам и по стрип-барам. Потому что там больше плотят, а бытие определяют. Дорогие друзья, вы меня поняли, мою тонкую мысль. Да, такая девушка фигуристая. И сидит, грустит. Сидит, печалится. Погибает вместе с культурой. Я говорю, пока ты хорошая, гладкая. Иди в эротическое сшел. Она мне говорит, Наталья Ивановна. Ну, ей не перед кем минуту за речную играть. Так она передумает. Наталья Ивановна. Нет, Наталья Ивановна. Наталья Ивановна. У меня другой менталитет. Я говорю, какие твои годы? Она так это смеется. Ну, знаешь, артистки. Слово же в простоте не скажет. Она так это. Наталья Ивановна. Менталитет это нечто как будто дура. Как будто я не понимаю, что менталитет, да как это что-то вроде совести. В общем, я хочу вам всем помочь в жизни. Фортуна к нам поворачивается разнообразно в местах. Я вижу здесь много симпатичных женщин. Я покажу вам свои наработки в области эротического танца и стриптиза. Перенимайте, девушки, ухватки. Мужики, тенденция касаться и до вас. Не надо глядеть на это мрачно. Значит, сейчас я принесу только эротический реквизит. Подручные средства самые простые. Че под рукой, то и средства. Годится так же, если муж лежит на диване, не выказывая от активности. Мы не можем ждать милостей от природы. Взять их у него. Олег, благословяйся. Громче. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok